В регионе готовятся к паводку. По данным МЧС, на юге Тюменской области около 5000 рек и более 500 озер. Период весеннего половодия, как правило, начинается со второй половины апреля и длится до начала июня. В те годы, когда уровень воды в реках поднимается на 1-2 метра выше средних показателей, возможно угроза частичного потопления населенных пунктов и низководных мостов. Грозит ли тюменцам большая вода? Расскажем в следующем сюжете. Иначе, как сибирской Венеции, город Омск теперь не называют. Резиновые лодки вместо гондол, внедорожники бороздят водные просторы, а легковушки сразу сдались на милость стихии. Больше всего от паводка пострадали окраины города и частный сектор. Затоплены дороги, дворы и жилые дома. Похожая картина в Алтайском крае и Новосибирской области. Виновата снежная зима. Например, в Омске снежный покров оказался почти в пять раз больше обычного. По климату в первой декаде апреля в городе должно было остаться всего лишь 5 сантиметров снега. А реальная высота сугробов составила 23. Представьте, что если растопить этот слой, то с одного квадратного метра получится более 200 литров воды. В Тюмени зима в этом году тоже на снег не поскупилась. А вот весна, видимо, решила пересмотреть климатические нормы. Мало того, что март оказался теплее обычного, так и апрель тоже пошел с опережением графика. Снежный покров в городе исчез на неделю раньше срока. В среднем это происходит к середине месяца. А в нынешнем году, по данным метеорологов, уже к 10 апреля от сугробов не осталось и следа. На юге области уже третью неделю воздух прогревается на несколько градусов больше нормы. Снег тает, отдавая рекам огромные запасы влаги. Так что их выход из берегов вполне закономерен. Сейчас подтопления в основном связаны с малыми реками. Вода в них, как правило, поднимается резко. Поэтому паводок здесь предсказать трудно. По прогнозам Гидроминцентра, в этом году половодие окажется немного сильнее обычного. Причем в ближайшее время велика вероятность подтопления низких пойменных участков. Вот на днях буквально подтоплены низководные мосты. В Велутаровском районе, Криволуцкая. В Варамашевском районе, около двух населенных пунктов, которые подтоплены. В Ишиме, там у нас это Карасулька, речка, которая всем известна. По оценкам специалистов, в результате паводка может пострадать около девяти населенных пунктов. В зоне риска – Нижний Тавдинский район, Ишимский, Тобольский и Увадский. Уже сейчас разработан план действий на случай невлагоприятного развития ситуации. А вот жители Тюмени могут быть спокойны. Уровень воды в Туре не поднимется выше критических отметок. Анастасия Щербакова, Антон Пригорницкий, Тюменское время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова